Уникальность этого проекта Игоревич Егорова на нашем замечательном традиционном седьмом географическом фестивале фрегат-паллада. Насколько я знаю, коллеги, специалисты поправят, что порядка 20 лет такого маршрута, такой экспедиции на территории Урьянской области не было. В этом был определенный вызов. Отбирались очень серьезно ребята, которые принимали участие в экспедиции. Они об этом расскажут, почему они, как у них это получилось. Я могу сказать о том, что подготовка была очень серьезная. Самое главное, что в чем прелесть данного проекта и в чем его перспектива. Именно в том, что обычные ребята, если они готовятся в течение года, если они поставили такую цель, могут добиться и действительно испытать себя в этом сложном походе. Ну, как мы знаем, что вот эта вот погодная аномалия не совсем до конца позволила реализовать проект, но то, что какой опыт получили ребята, ну, я думаю, и взрослые, вот, они сами об этом расскажут, я думаю, это очень ценный опыт. И первый, блин, в любом случае не комом, и я уверен, что этот проект с учетом тех знаний, которые получены, с учетом тех навыков, нужно развивать. Ведь только в таких испытаниях формируется и характер, формируется мировоззрение, соответственно, расширяются горизонты, чувствуется плечо коллеги, да, то есть понятно, что этот проект на стыке и спорта, и туризма, и других очень важных направлений деятельности. И мне кажется, вот, ребята вернутся в свои образовательные учреждения, на них уже, наверное, по-другому, ну, узнав о том, где они были, что они испытали, на них, наверное, уже все-таки отчасти по-другому будут смотреть, с них будут брать пример, и очень надеюсь, что вот действительно тех ребят, которые захотят в дальнейшем участвовать в отборе и, соответственно, участвовать в этом проекте, ну, и в других проектах таких очень сложных, но интересных станет все больше и больше. То есть личным примером и личным своим участием они, мне кажется, сделали и для себя очень большой шаг вперед, ну, и для, соответственно, своего окружения. У меня вопрос к Александру Золотову. Александр Иванович, скажите, почему родился именно этот проект, почему именно этот маршрут «Ульяновск» и «Жи Ульяновск»? Ну, наше общество географическое, поэтому многие наши проекты связаны с географией, с пространством, и наше общество поддерживает, организует, вернее, различные экспедиции, либо в пределах области, например, такой проект, как «Малые реки» в Ульяновской области, который 4 года был на территории нашей области, теперь у нас второй год идет озера Ульяновской области, дальше мы проводим и международные экспедиции, такие как, поддерживаем, как экспедиции Кочеткова в Южной Америке, в Африке, это все на средства попечительского совета нашего отделения, который возглавляет губернатор Сергей Иванович Морозов, ну, и в том числе экспедиции по России, вот мы решили такой вот сделать сделать уникальный маршрут именно по Волге, связать многие субъекты федерации, при этом была связь с региональными отделениями наших соседей, Чебоксары, Нижний Новгород, Татарстан, для этого были организованы встречи с представителями этих обществ, для ребят были познавательно организованы экскурсии в этих городах, Чебоксары, Нижний Новгород, как я уже сказал, вот, то есть проект чисто географический, и еще раз подчеркиваю, что он полностью финансирован попечительским советом нашего отделения. Вообще, как выбирали маршрут? Почему именно по Волге, почему именно до Кижей? Ну, тут учитывались, конечно, и возможности наши, скажем, вот в городе у нас самая крупная яхта это Гончаровский Меридиан, капитаном, который является и владельцем Шпади, Сергея Леонидовича. К сожалению, он сегодня по техническим причинам не может присутствовать здесь, хотя сам кандидат технических наук. Вот. И он уже имел опыт хождения по Волге вверх не один раз. У него опыт за плечами и морских походов именно на этой яхте, поэтому вот учитывалось и это обстоятельство, что мы можем использовать опыт наших земляков. Вот. И, конечно, как сказал Сергей Сергеевич, уникальность экспедиции в том, что здесь именно школьники участвуют впервые за многие-многие годы. Тем самым мы хотели возродить интерес к парусному спорту у молодёжи. У молодёжи. Я думаю, это удалось. Теперь слово предоставляю Фёдору Геннадьевичу Самсонову. По каким критериям шёл отбор? Занимался я и с самого начала было такое предложение Российскому географическому обществу. Ребят, а давайте не заморачиваться. Давайте просто обратимся по спортивным школам, по директорам. Мы наберём спортсменов и они там порут всех на месте. Сказали, нельзя. Должны быть обыкновенные школьники. Понимаете? Все знают, что существует школа морского многоборья. Представляете, пришли ребята готовые, накачанные с парусом на «ты». Нет. Нельзя. Именно. Нужны обычные школьники с разных районов области. Это была задача поставлена очень чётко и недвусмысленно. Вот. Из тех, кого набрали, давайте говорить прям, ну чуток был отсев. Немножко. Немножко. В чём он заключался? Ну вот, приезжали ко мне в школу и, ну хотя бы, кто не выдержал элементарной кувырки, ушёл. Почему? Ну, ну, ошибётся на пол. Вот. Дальше. Хочу сказать, сказать, что вот очень здорово помогло МВД, ну, в частности, Юсупова, Гулье, Рафаиловна, чем? То, что подключил базу МВД и оказалось, что один из кандидатов склонный к суициду. Вот. Его пришлось отставить. Второй находится под следствием за кражу. Это тоже пришлось отставить. То есть, отбор был очень серьёзный. Но, именно из обыкновенных школьников и студентов. сегодня эти обыкновенные школьники у нас здесь гости нашей программы. Вот Юля Кулешова, она сейчас в числе тех, кто в президиуме. Юль, какие впечатления? Что особенно запомнилось? Что, может быть, был труд? Что удалось преодолеть? Ну, я нахожусь под большим впечатлением от прошедшей экспедиции. Больше всего мне запомнились моменты готовки, приготовления еды в условиях шторма. Это незабываемые впечатления. Было тяжело в какие-то моменты тянуть тросы, но в целом я очень рада, что участвовала. Так как чувствовать себя матросом, это очень романтично и к моему духу очень близко. А до этого вы вообще под парусом ходили когда-нибудь? Нет, это был мой первый опыт, и я очень рада, что он прошел так успешно. Откуда узнали? Ну, подруга мне сказала, да, так случилось. Я очень благодарна судьбе. Вы кувырки-то выдержали на испытаниях? Кувырки-то, разумеется, да. Если бы она не выдержала, она бы сейчас не сидела, и наехать ее бы не было. Изначально вы каким видом спорта? Я занималась художественной гимнастикой, и кувырки как бы, да, для меня были знакомы. занимающиеся вроде таким хрупким видом спорта, как мы считаем, да, так некрасивым видом спорта, вот видите, все-таки спорт дает стержень, я так понимаю, и это позволило человеку добиться того, что в таком сложном походе проявить себя. Я предлагаю кому-то из ребят уступить свое место, потому что герои настоящие, это они. Это Альбер Камальдинов, да, вас четверо, друг друга не знали, наверное, до похода, да, до этого, как притирка проходила? Были какие-то, может быть, там, конфликты, может быть, что-то, или наоборот, все сложилось, в трудностях, наоборот, дружба, она быстро проявилась? Нет, я думаю, мы очень быстро сплотились в одну единую команду, да, сразу же в первый день мы поделились, так скажем, впечатлениями о предстоящем у нас походе, думаю, то, что поход прошел действительно ура, то, что мы действовали как единая команда, вот. Расскажите, я расскажу. Дело в чем, дело в том, что мы, когда вот отошли от речного порта, прошли два моста, и после этого начался шторм. А там дальше уже вот о психологических проблемах, о совместимости не могло быть и речи. Павел бы ходил под ногами. и ребятам, вот, которые здесь присутствуют, пришлось очень быстро к себе, к друг другу притираться. Иначе, иначе, ну, мы получили просто человека за бортом. Понимаете, что это такое, да? тем более, учитывая то, что они все несовершеннолетние. Вот. И буквально на глазах произошло слияние из непонятных людей, которые непонятно, как набрали, да, и вдруг, раз, и получаем команду. Это было, вот, ну, буквально чудо. Буквально чудо. И вот до сих пор, насколько я знаю, они списываются, и созваниваются, и вместе отдыхают. Вот. И, может быть, даже участникам было это незаметно. Но вот со стороны смотрелся. Ну, как вам сказать? Ну, чудо. Ну, я не могу просто другого слова подобрать. Во время шторма ни у кого морской болезни не было? Все у нас было. У нас не было только человека за бортом. Все у нас было. У нас было и заболевание, были легкие травмы, была морская болезнь. пришлось все преодолевать. Ребята, вот, ну, ну, они просто герои. Потому что, ну, не каждый взрослый выдержит то, что выдержали. Они наглотались, извините за выражение, полной ложкой. Вот. Потому что, ну, я вот странно смотрел, я видел, что переносит они. Молодцы. Просто молодцы. Какой город больше всего запомнился, что удивило? Чебоксары. Запомнились. Чем? Чистотой улиц, в первую очередь. Во-вторых, очень радушным приемом со стороны регионального отделения Русского географического общества. Было очень приятно с ними общаться, взаимодействовать. Они довольно интересную экскурсию провели, про каждое здание рассказали. То есть, была пешая экскурсия. Мы прошлись по улице. Сходная? Да. Чувство неудовлетворенности от того, что поход не удалось завершить вот до Кижей. Я думаю, нет. Мы с задачей справились. Мы набрались опыта, узнали, как это, что это. Поняли то, что сплотиться из каких-то непонятных четырех людей можно в единую команду буквально за один день. Вот и все. Бого здоровья. Ну, давайте я скажу. Ну, наверное, неудовлетворение все-таки есть. Все-таки, ну, что хотели сделать, не получилось. Но, как мы сказали, это не наша вина. Вот не наша вина. Вот никого не могу обвинять. Ну, вы видели, что творилось в городе. То же самое было у нас на воде. Вы представьте себе, яхта, укомплектованная не профессиональным экипажем, а детьми, которые никогда не ходили под парусом. И когда вот начались шторма, возникла задача выжить. Не просто так мы на мель выбрасывались. И не просто так потом яхты таскались, сходили с нее. Вот. Было и такое? Было, 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 да. Было. Ночью выбрасывались на мель. Из-за чего? Из-за того, что ну, просто ветровая обстановка не позволяла идти дальше. Мало того, не позволяла, создавала реальную угрозу. Поэтому капитан принял решение выброситься на мель. Уйти за острова и выброситься на мель. После этого сходили 4 часа с этой мели. Что значит сходили? Яхты стоят, ой, извиняюсь, яхты весят 11 тонн. Кто водит машину, представляет, сколько его машины весит, сколько яхты. Вот. Поэтому нужно якорь вынести, закрепить на дне, после этого тянуть лебедкой. Что значит вынести якорь? Это значит, его нужно спустить, взять на лодку, которую наша палочка выручалась, наша группа сопровождения, вот Олег здесь сидит, да, нам купила, потому что предыдущая лодка просто лопнулся ярски на экскурсии. Закрепить якорь, после этого тянуть лебедкой, яхты начинают сначала разворачиваться поверх, после этого начинают смели сходить. Это тоже было, это тоже все ребятки нахлебались. Вот. А насчет групп сопровождения я хочу сказать, что возникли проблемы с двигателем. Ребята купили, что нужно, нам привезли. Возникли проблемы с питанием. Ребята купили, что нужно, нам привезли. Мы бы вот, ну, без них, я не знаю, может, Олег сам скажет, да, ну вот, мы бы без них просто бы не прошли. Мы бы застряли где-нибудь, ну, я так думаю, что на лынче бокса даже до нижнего не дошли. И когда вот начался вот самый главный катаклизм, на два дня была эвакуация. Нам пришлось переселиться в гостиницу в Нижнем Новгороде и опять же нас увозило в нашу группу сопровождения. Только после этого люди были возвращены на ехту. Вот я хочу ответить тем журналистам, которые мне задавали вопрос на отплытие. Говорят, а как вы будете обеспечивать безопасность? Я тогда сказал, что моя задача сквозить команду. Эта задача исполнена без меня. Команда сквозилась сама у своих штормов. Но когда мы поняли, что мы под угрозой, мы просто ну, если грубо сказать, не по первой на рожу, нам пришлось эвакуироваться. Я вынужден это сказать, потому что ну, так и было. Вот. в самый главный шторм, когда здесь весь Ульяновск тонул, нас на ехте уже не было. Мы были в гостинице. После этого мы продолжили путешествие назад. Именно, я считаю, обеспечение безопасности это ну, иногда не перейти на рожу. потому что жизнь ребенка, я считаю, не стоит ни одной экспедиции. Да, я тоже могу продолжить, что при подготовке к экспедиции были учтены разные-разные моменты, в том числе и вот обеспечение безопасности. Для этого по берегу была машина сопровождения УАЗ-Патриот во главе с Лаптевым Олегом Игоревичем, который обеспечивал подвоз продуктов, питание, воды, соляки, топлива, совершенно верно, да. То есть постоянно была связь экспедиции с наземной группой сопровождения и это вот в цели как раз безопасности. Вот представьте себе, если бы не было этой машины, то экспедиция бы, конечно, наверное, бы сорвалась. То есть мы учли и учитывали разные моменты и, конечно, медицинская аптечка была, и лодка была, и мотор был, но по ходу экспедиции начали проявляться то в одном месте слабеночка, то в другом, но мы постоянно это ввели контроль и обеспечили, вот заменили лодку, заменили там еще что-то, да, там помпу, например. То есть в целом я могу сказать, если кто-то добавит, что экспедиция в целом удалась, потому что накоплен большой опыт проведения таких экспедиций, и мы в планах имеем сейчас на будущий год продолжение такой экспедиции, честное слово, продолжение. Вот, может быть, первый раз все слышат об этом. А я и... Да, вот это действительно для нас новость. И эта экспедиция мы, допустим... А? Это для нас новость. Да? Да, да, что вы продолжение имеете. Экспедиция должна быть, мы видим, совместная с нашими соседями по региону, вот, например, Ульяновско-Чебоксарская, или еще как-то мы ее назовем, то есть вот который помощник капитана был Чебоксар, рассказов Александр Петрович, он... Кстати, прекрасный помощник, прекрасный. Готов участвовать в этом проекте. Вот. Мы подготовимся более технически к этой экспедиции. Мы видим, что нужен более мощный мотор. Вот. Ну, а скажем, участников или экипаж менять, в принципе, и не надо. Еще я хотел, я хотел бы что-то добавить, да. Я тоже вот сейчас хочу уступить место Олегу Игоревичу, чтобы он тоже несколько слов сказал. Кто-нибудь из вас, может быть, уже строит планы на будущее? Может, поступить в какой-то морской вуз там, или связать свою жизнь вот с морем? Ну, насколько мне известно, Альберт хочет пойти по стопам деда, стать моряком. Я планирую исполнить его мечту, можно так сказать. Дед, у тебя моряк? Он служил на морском флоте. Расскажи подробнее. Ну, что рассказывать? Он мне рассказывал, как тоже попадали в шторма, это было, ну, на словах-то просто описать, как это было, а оказывается, когда мы зашли на палубу, как сказал Федор Геннадьевич, мы буквально на следующий день попали в шторм, на деле это совсем другое. Это буквально палубы просто гуляют у тебя под ногами и очень тяжело не вылететь просто за борт. Вот. Ну, вот я вернулся домой, он, правда, был очень рад этому, то, что я прошел этот путь, то, что он давно мечтал, то, что, чтобы я вступил на палубу и ощутил все это. Ну, и что еще? Думаю, то, что он буквально счастлив сейчас сидит дома. Ты-то решил поступать в ВУЗ в Москву? Ну, нет, чуть-чуть другой вид деятельности выбрал. Это связано с инженерией, вот, авиастроительный комплекс. Решите, Михаил, пожалуйста. Да я так думаю, что даже не важно, кто что выбрал. Понимаете, в чем дело? Вот, мы, взрослые, должны обеспечить детям вот этот вот контролируемый, разумный, управляемый риск. Понимаете, мы не даем детям стать героями. Мы просто, взрослые, мы не даем детям стать героями. Вот мы сейчас сделали попытку. Пускай они попробуют, что такое, герой. Пускай они попробуют, что такое ночная вахта. Пускай они попробуют, что такое, вот, качающаяся палуба, и вот, нас, кучка, и больше никого. Да, есть группа поддержки, но, она на берегу. Мы не везде можем пристать, они не везде могут подъехать. И вот, когда мы выбрасываемся на мель, это мы принимаем решение. Это мы боремся за свою жизнь. Вот в этом контролируемом риске, я так считаю, что самое главное достижение данного проекта. И если он будет только развиваться, ну, вот я лично буду только рад. они-то успевали там любоваться красотами, да, то есть там успевали яхту тащить, смели. А вы-то успевали, что вы успевали? Ну, мы являемся группой сопровождения, как Федор Геннадьевич уже сказал, то есть мы первоначально, как разговор был, когда мы только планировали экспедицию, то, что у нас должен быть своевременный подвоз воды, дизельного топлива для двигателя, для яхты, если при штиле она будет идти, также продуктов питания, и там самого необходимого. В данном случае, вот, как я человек, уже прошедший не одну экспедицию, да, я был и в горном Алтае, и на Байкале был, и в Карелии, вот, то есть для меня опыт, конечно, тоже большой, вот, в чем он заключается, в том, что нам пришлось почувствовать не только пыль, дорог, но и ощутить остроту тех лесов, особенно новгородских, нижнего Новгорода, хотя там, сами знаете, что только Кремль находится на горе, остальное все находится в низине, и там одни леса и болота, вот, когда наша группа, вот, мы созванивались с Федором Геннадьевичем, наша группа подходила уже к Нижнему Новгороду, необходимо было им подвести провизию, то есть мне пришлось уже ехать навстречу им в обратном направлении, хотя мы уже были в Нижнем Новгороде, как бы, шли с опережением, вот, и пришлось нам тоже хапнуть и леса, и болот, хотя у меня машины подготовленные, но я тоже там с помощью навигации, конечно, мы встретились, нормально все, были такие, конечно, места, где просто вроде навигация показывает, что Волга рядом, а я с леса выйти просто к воде не могу, потому что там заболоченная местность, и 200 метров по болотам нести все это снаряжение, что им там докупили, тяжеловато было, но ничего, мы встретились, все нормально было, ну, конечно, я не могу оценивать со стороны, да, то остроту ощущений, которые получили ребята там на воде, ну, я думаю, они сплоченная команда теперь, если Александр Иванович говорит, что на следующий год будет экспедиция, я думаю, они все примут участие в этом. Я с радостью приму в этом снова участие, мне это очень понравилось, потому что для меня парусный спорт, парусная экспедиция, это было таким открытием, до этого я никогда даже не думала о том, чтобы идти по воде куда-то путешествовать, водными путями, и думаю, что после этой экспедиции я буду всегда смотреть новости, так сказать, и ждать, когда какая-то новая парусная экспедиция пойдет, и буду очень рада. участвовать. Я бы тоже хотел участвовать в следующем году в этой экспедиции и пройти весь путь до Кижей. Надеюсь, у нас не возникнет никаких проблем, погода будет хорошая, надеюсь, в следующем году я увижу такую же команду. Ребята, которые во второй смене, это же не весь экипаж, должна была быть вторая смена, ребят, нам всем, поверьте мне, я от всей команды говорю, очень жаль, что вы не пошли, но поймите, ну, так вот вмешалась природа, так вмешалась природа, если бы не это, ну, все было бы как и задумано, просто мне очень, ну, скажем так, внутренне неудобно перед теми ребятами, которые должны были сменить данный экипаж, еще же это самые четыре человека было, два мальчика, две девочки, вот, они должны были ступить на яхту и вернуться назад, ну, так получилось, вы видите, что творилось в городе, вот, у нас на воде, поверьте мне, было то же самое, вот, и ну, может быть, даже в какой-то степени вам повезло, что вы этого на воде не увидели, что это вот хлебнули вот эти вот ребятишки, а не вы, если в следующем году, как Александр Иванович говорит, будет новая экспедиция, вот, скорее всего, я буду заниматься, да, да, ну, ну, да, Александр Иванович разводит руками, да, Александр Иванович разводит руками, да, ребят, я вам отвечаю со всей ответственности, вы в первых рядах. Вот все, что могу сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова